25 мая 2014 года попала в ДТП по вине водителя. И я получила серьезную травму позвоночника. Я раньше занимался спортивной акробатикой, гимнастикой. В принципе, всегда вел активную жизнь. И при выполнении элемента упал с высоты. Я Лариса Грузеева. Это «Давай пожениться». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Екатерина, Кристина и Анжелика. А жених у нас Ярослав. Ярослав. 23 года. Участник Паралимпийской сборной России по велоспорту. 7 лет назад получил травму, в результате которой оказался в инвалидном кресле. Не теряет надежды встать на ноги, но пока готовится к участию в Паралимпиаде в 2020 году. Предупреждает, что каждый его день расписан по минутам. Пока Ярослав преодолевал себя в достижении своей главной цели, его возлюбленная праздно проводила время за компьютером. Я, конечно, надеюсь встретить красивую, образованную девушку, которая имеет такие же цели или близкие к моим. Она должна быть красавицей и при этом любить рисковать и быть борцом по своей сути. Ну что, ты готов? Готов. Все как обычно, фокусировка и решительность. Выходим на старт. Привет, друзья. Здравствуйте. Ярослав, ну, конечно, в глаза бросается, что вы красавчик, и вы все про себя это знаете, да? Какой есть. Ой-ой-ой, какой есть. Ну, на первый взгляд обаятельный, да? Такой очень милый. Надеюсь, что и в жизни он тоже такой же. Как вы оказались в инвалидном кресле? Что произошло? Я раньше занимался спортивной акробатикой, гимнастикой. В принципе, всегда вел активную жизнь и при выполнении элемента упал с высоты. Какой интересный молодой человек. Да, нефть. Да, да, да. Сколько лет назад случилось? Это было 7 лет назад, в конце 2009 года. Скажите, родители были рядом? Родители были рядом, мама сразу приехала со слезами на глазах в больницу. Папа тогда на тот момент работал в Москве и как узнал об этой ситуации, сразу приехал. И самое главное, травма произошла в тот день, когда у папы был день рождения. Видно, парнишка очень спокойный. Спокойный. Очень. Видно, воспитанный сразу. Скажите, врачи, когда сделали операцию, они вам какую-то надежду оставили? Они сказали, парень, ты никогда не будешь ходить, смирись с той жизнью, которая тебе принесла судьба. То есть они прямо так и сказали. И там будь, например, программистом, сиди за компьютером целый день, печатай, в интернете работай. Но я также запомнил слова своего отца очень хорошо, что, сынок, движение – это жизнь. И эти слова мне очень помогли каждый день до сегодняшнего момента. Родители вместе? Родители вместе. Была 25 лет. Есть братья и сестры? Родных нет. Вот смотри, глаза какие у него красивые, да? Голубоглазый блондин. А вообще, были случаи, когда вот при вашем диагнозе люди вставали на ноги? Ну, хотя бы, может быть, чудеса какие-то? Это все индивидуально. У каждого разные повреждения спинного мозга, и кто-то встает уже. Ну, такие случаи есть, да? Такие есть, но все зависит от степени повреждения. Ярослав, ну вы же, не знаю, это характер такой у вас, или потому что 16 лет, и еще, в общем-то, организм не надорван. Вы практически обошлись вот без этих страданий. Вы сразу как-то взялись за тренировки, и у вас такие побегали. Давайте посмотрим видео с тренировками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Три, два, один! Давай, толкайте! Три, два, один! Три, два, три, три и парашюты, и самолеты! Да, 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 все это реально, и я тоже хочу на самом деле. А у нас только вертолеты! Друзья, вы с детства, с молодости, юности, что вас связывает? Мы познакомились на соревнованиях. Лиза тоже занимается триатлоном любительским, как и я. Дима бегает в марафон и тоже готовится к триатлону. То есть все из одного сообщества. Помолчи. Не хочешь, чтобы хвалили тебя. Только что вернулись в соревнования и закрывали русский сезон триатлона в Сочи, где вот этот человек, уже в статусе сейчас он железный человек, прошел 226 километров. Вот просто сам, без автомобиля, без ничего. Пару месяцев назад я сама сделала эту дистанцию и могу сказать, что это адская сверхнагрузка. Это обычным людям, не всем дается. И здесь ключевое слово это характер. Это его подруга, да? Да. Красивая. Ярослав, про Паралимпийские игры расскажите. Ну, конечно, нам, всей командой сборной, мы все сожалеем, что такая ужасная, просто поганая ситуация получилась. Несправедливая такая, обидная. Просто несправедливая. А годы уходят, понимаешь? Самое обидное, да, то, что тренируешься. Для кого-то это просто не только мечта в жизни, да, но это и цель самого существования. А потом время уходит. То, что ты мог сделать в этом году, ты на следующий год просто уже с этой дистанции можешь сойти по разным причинам. Кто-то 4 года готовится, кто-то 8, и шел к этому таким длинным путем, он мог развиться в абсолютно другой сфере. А вот вкусняшку вы нам принесли, вот так. Это нам, да? Да, это вам. А этому девушек у него было прилично. Ну, это внешность у вас популярности. Тут мне сорок на хвосте принесла, что вы бабник. А ты еще сомневалась, глядя на эту внешность? Бабник, что у вас было много-много женщин, и что вы такой привереда, и был у вас там роман с француженкой долгое время, и куда она делась? Ну, не скажу, что я был бабник, на самом деле. Когда успел, по 23 года. Если это назвать, просто там встретились, познакомились, спрашивались. Нет, вы с ней жили. Нет, если говорить про девушку, которая француженка, да, мы жили два года вместе. Я очень благодарен за те прожитые годы, когда мы были вместе. Она мне очень сильно помогала и дома, и побежала у меня в спорте. Нет, мы снимали отдельно квартиру. Красивая была? Да, красивая была. Но, к сожалению, из-за несхожести характера, из-за разных направленностей в жизни. Ну, просто двумя-тремя мазками. Она была ревнивая очень, я знаю, да? Да, потому что было много свободного времени. У вас? Нет, наоборот, у девушки было много свободного времени. И вот когда у человека свободное время, как-то больше просто вот это именно ревнивая. А кому ревновало? Поезд давали? Да, повод особо не давал никакого. У вас такая подружка красавица, Елизавета, ну вот и все бы ревновали. Он немного ловила с души, ему нравятся красивые девушки, он ухоженный мужчина. Вы жену же ищете, правильно? Да, я ищу. А не спутника или партнера по марафону? И точно вам нужна не спринтерша, вам нужна марафонка, да? Которая будет в долгую, до гробовой погрыться доски. А вот вы марафонка, да? Да. Да? И марафонец, да. И красивая она должна быть еще, вот как вы, да? Такой модельной внешности. Ну, хорошая, да, внешность, чтобы девушка... А если она не будет модельной внешности? Ну, будет нестандартная, но зато хорошая. Хочется, чтобы тоже сочетались вместе и по внешности, и по внутреннему... То есть она обязательно должна быть спортивной? Не обязательно, чтобы она занималась профессионально спортом, да, но... А чем она, ну, зарядку будет она делать? Следила за собой, чтобы была хорошая фигура. Будете вместе марафоны бегать? Ну, я знаю. Мы будем реабилитировать, оставать на ноги. Она должна быть красивая, чтобы всем было понятно фотомодельной внешности. Вот как ваша подружка. Она должна заниматься спортом, чтобы у нее там и руки, чтобы вам и прыгать кверх ногами, и под водой там нырять, чтобы вам... Мало того, Ярослав хочет пятерых детей. А я вот думаю, как она сохранит ту самую фигуру и форму. А я подруг... И пятеры вам на кое абсолютно. Ну, это же все равно не сразу пятерых хочется... Понятное дело. А вы такой обеспеченной, да? Большую семью. Она должна быть... Все-таки уж меня простите, это вы тут, Ляськи-Мосяськи, да, а нам тут судьбу решать, в общем-то. Значит, мы допускаем, что она тоже будет вот ограниченных возможностей, или она здоровая должна быть? Ну, хочется, чтобы она не имела никаких ограничений. То есть она должна быть здоровая? Да, потому что я сам к этому стремлюсь, чтобы снова встать. Ну, у меня не все потеряно, если мы хочем здоровым в скором времени. Я восстанавливаюсь. Очень много интересов. Ребята, как вы считаете, кто осчастливит Ярослава? Ну, давайте, может быть, я как единственный человек, который женат, и вот мне завтра будет 17 лет в браке. В счастливом браке двое детей, вот. И я считаю, что девушка не обязательно должна заниматься спортом, но должна поддерживать и понимать человека. Вы знаете, Лариса, эта девушка, она должна быть личностью. Она должна тоже, пусть она будет старше, чем Ярослав, пусть она прошла что-то, у нее будет за плечами не совсем сладкий овощ. А если у нее будут уже дети? Им должно быть интересно, потому что я уже все про Ярослава поняла. Мне мотивация нужна девушке, вот ту, которую вы описываете. Вы знаете, эта судьба, она должна влюбиться в Ярослава. Ему нужна немного... Ревнивая девушка у него была? Ревнивая, он говорит. Ему не нужна милая, ему нужна неревнивая, ему нужна огонь. Огонь? Ему нужна огонь. Ярослав классный, потрясающий, редкий, штучный. Все про него понятно. Таких, как Ярослав, просто нужно людям всем отчаявшимся, всем, ну не знаю, кто уже в тупике, говорить и рассказать про Ярослава. Я все приняла. На что я сегодня должна обратить внимание? Есть ли у нее уже будут дети? Если уже будут дети, но в принципе я не вижу никакой проблемы. Есть ли у нее судьба очень похожа на вашу? Допустим, бывшая балерина, не знаю. Вдвоем возьметесь за руки, попытаетесь вдвоем выкарабкаться? Вдвоем реализовать сможем эту историю. Как мама тебе жених? Симпатичный. Симпатичный. Одобряюсь харизмой. Скромный, как вы любите. Ярослав, спортсмен – это не только изнурительные тренировки и режим, это же еще какая-то диета, ограничение в еде. Кто вам готовит? Кто помогает? Родители сейчас? Мама? Нет, я проживаю один, поэтому когда я сам готовлю… А вот жена должна ваша, допустим, хорошо готовить, быть хорошей хозяйкой? А почему мы не можем это делать, например, вместе? Да. Мы можем это делать вместе и друг другу помогать. Хорошо, услышала. Роза? Правда, воистину, как в народе говорят, что брат, сестра нужна богатая, а жена всегда должна быть здоровая. Я считаю, что вам нужно как бы… она сердечная должна быть. И если женщина вас пожалеет в этом отношении, это хорошее качество, тогда намного закроет глаза и терпеть будет определенный период. Потому что я как мама, ну вы знаете, даже я ханжой не буду, если бы, не дай бог, привела бы, я бы не знала, что бы я сделала. Уж отговаривала бы точно. Вы же меня простите, пожалуйста. Тебе нравится его упертость? Не думаешь, что у тебя с этим могут быть сложности в построении отношений? Юль, нет, я считаю, что для мужчины… Ты сама такая тоже упертая. Да, и для мужчины, для мужчины это очень важно иметь, именно внутренний стержень. С шампунем «Лошадиные силы» наши участницы точно обретут счастье в личной жизни. Потому что роскошные волосы – самый короткий путь к сердцу мужчины. Запомните это. Вы чувствительный человек, очень эмоциональный, очень теплый в личном дружеском общении, я думаю. Но при этом пытаетесь быть другим, казаться другим. Вы с детства встали на этот путь борьбы с самим собой, преодолеть. И интересно, что даже травма, она только усилила это ваше такое внутреннее предназначение. И вы сейчас все себя преодолеваетесь, пытаетесь развиваться дальше. Вот я вам желаю женщину, которая будет символизировать не вот это мужское воинственное начало в вас, а обратную сторону вашей личности. Я вам желаю женщину, которая будет символизироваться луной в рыбах, которая будет бережно относиться к вашей человеческой природе, не только к своей. Потому что вы сделаете все для того, чтобы доказать, что дух выше, чем тело, сильнее, чем тело. Это не всегда нужно делать столь яростно, я бы сказала так. Он повзрослел очень сильно. То есть травма, она в принципе, как и я, и мне кажется, что у меня далеко не 21, а мне намного больше. Проходите, познакомьтесь с первой невестой. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Ярослав, здравствуйте. Приветствую. Для меня большая честь познакомиться с вами. Ну что, рад вас видеть. Давайте познакомимся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте. Благодарю. Спасибо. Екатерина, 27 лет. Руководитель аппарата управления в строительном холдинге. Танцует, рисует и увлекается нумерологией. Гордится своей силой воли. Признается, что страдает синдромом отличницы. Предупреждает, что очень ревниво. Любимый мужчина Екатерины постоянно ей врал и изменял. Надеется, что Ярославу можно доверять. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, девочки. Рада вас видеть. Здравствуйте. А, Ярослав, почему такой выбор роз цветов? В первый раз вижу такие разукрашенные. Ну, я сам по себе креативный человек. Долгое время тоже проработал его рекламой. И всегда хочется делать какие-то оригинальные подарки. Василис, ничего это не значит, нет? Ну, вообще, вот такой экстравагантный подарок. Это, конечно, в чистом виде планета Уран. Это такой закамуфлированный сигнал от мужчины-женщины. Я встряхну твою жизнь хорошенько, дорогая. Ты еще даже не знаешь, чего от меня можно ждать. Ты еще увидишь. Я ого-го. Она обычная? Обычная. Ему нужна необычная девушка. Задаю вопрос в лоб. Вас не пугает, что Ярослав в инвалидной коляске? Я представляю прекрасно, что означает иметь какие-то ограничения, наверное, в жизни. Как приходится людям с ограниченными немного возможностями. Хотя я считаю, что Ярослав максимально старается от этого отойти. В принципе, и жить полноценной жизнью не ограниченными... А тем людям, которые рядом, не сложнее жить с людьми, с которыми надо ухаживать? Вы же... Ну, конечно, сложнее, Русь, я думаю. Это сложнее. Но, понимаете, я считаю, что это, наверное, у каждого все-таки свой крест. Да. И он посилен тому, кто... Ну, вы хотите крест этот нести? Это уже на все воле... Я бы не говорила, что Ярославу крест... Нет, я просто цитирую нашу героиню. Нет, я сейчас это имела в виду касательно своей сестры. Вот. С какими сложностями столкнулась? А что с ней? Она попала в аварию. У нее была черепно-мозговая травма, также множественные переломы в возрасте 13 лет. Вот. Это несчастье случилось. Мне тогда было 4 года. Я тогда, наверное, еще не сознавала... Ну, то есть 23 года вы уже с этим живете? Да. Ну, хорошо. Чем вы занимаетесь? Я работаю. Как вы отдыхаете? Поскольку работа моя очень интенсивная, и график ненормированный, я стараюсь отдыхать не так активно, хотя, возможно, мне бы тоже хотелось. Короче, полчаса на диване в радость. Да. Я думаю, что она понимает, но не так глубоко, как понимаешь, например, даже ты ее. И как там, мне кажется, она... Ну, может быть, конечно. Здоровый человек никогда не поймет человека, который находится в таком положении. О любви теперь немножко давайте поговорим. У вас был же, да, вам 27 лет, у вас был опыт взаимоотношений? Что там не срослось? Почему? Да, самая, наверное, яркая, да, была... Ну, в общем-то, единственная, на самом деле, моя любовь была первая. Я вспоминаю о ней с теплотой, потому что я долго очень ее ждала. На самом деле, пока встретится мне тот человек. И вот в 23 года он у них встретился. Он был немного моложе меня. И я подумала, что осуществится моя мечта, в принципе, жить и создать семью благополучную, счастливую с единственным мужчиной. Это была такая вот моя мечта и мое представление идеализированное. Оба знакомились в сетях? Да, в интернет-сети, да. Понравился? Сначала нет, он меня зацепил скорее харизмой. Да. Ну, раз зацепил, значит, понравился. Как только голубой бросился, что с харизмой? Скоро стали жить вместе, да? Да. Да. И все бы хорошо, если бы он однажды вам возьми и не скажи. «Я тебе запрещаю рыться в моих телефонах», ну и так далее, да? Да. Что, в общем-то, послужило, наверное, каким-то неким таким сигналом, что срочно прямо, он только уходит, и вы сразу же… Ну, возможно, по горячим следам. Да. И что вы там нашли? Нашла там, скажем так, какие-то детали, свидетельствующие о том, что на мне далеко его интерес не заключил, он не только на мне. А вы с ним стали выяснять отношения, нет? Он распространяется на других особ женского пола. Задали ему вопрос, почему приживой мне, а ты еще смеешь, там, то-то, то-то. Он сказал, не бери в голову, это просто мне было скучно. Вот, и, в общем, такие значительные. А что там было, если не секрет, зановость приоткройте? Просто я увидела то, что там установлено приложение, и соединокомство, на котором он зарегистрирован, зарегистрировано как одинокий и как ищущий… А он и одинокий, вы же не женаты были. А жениться нужно, чем на следующий день будет познакомиться. Нет, почему? Пока взаимоотношения, пока у них развиваются взаимоотношения. Да никаких взаимоотношений не было, он спал с ней. И что теперь? Ну, просто уже, Роза, ну прекратись сейчас. А что прекращать? У них были отношения, у них была любовь. По статусу паспорта он свободен. То есть до двух часов дня, пока мы не сыграли свадьбу, пока их не зарегистрировали, он свободен. Он может делать все, что угодно. Да. Розу перескорить очень тяжело. Не понимаю ее историю, кто где как сидит. Все, поехала, поехала. Она езжает? Наезжает. У меня аж щеки загорели, как будто она меня кричит. Что стало последней каплей? Последней каплей стала, наверное, моя мысль и мои ощущения. Я представила, что я буду находиться в постоянном таком стрессе, переживаниях, где он, что он, с кем он. Если у вас все случится с Ярославом, вам придется понервничать. Посмотрите, какая подружка. А девки там все, знаете, спортсменки, полураздетые, горячие все. Воображение уже рисует картину, он говорит. Я еду на Олимпийские игры, ты в моем телефоне и компьютере, пожалуйста, не шарь. Я буду там ни один, лучше не звони. А у меня другой вопрос. Тренировки целый день. Жених хочет пять детей. В принципе, пора уже начинать, чтобы их пять. А вы как к детям? На самом деле к детям я не готова. Но хотя бы... Вообще? У меня начинает просыпаться материнский инстинкт. Я была готова к ребенку, когда я была с Пашей. Я была готова уже буквально через, наверное, полгода. Я верила, что это мое, и я добивалась. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция либо тайна, и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Да она сама скелет, сидит не на один вопрос. Все такими огородами просто... Боже, нет у нее никакого скелета. У вас скелета никакого нет, правильно? Да. Да, потому что вы такая шифровальщинка. Мама не горюй. Она зашифровала его просто. А сюрприз? Приготовили? Давайте посмотрим. Ярослав, позвольте преподнести вам букет, но я считаю, что он... Так, давайте я к вам тоже подойду. ...сугубо мужской. Все, ну, сугубая. Ну, совсем он как-то не вяжется они друг с другом. Совсем вот смотрю. Ярослав, я считаю, необходимо просто выразить на самом деле уважение прежде всего. Я восхищаюсь людьми целеустремленными, которые готовы преодолевать различные трудности. Прежде всего, это борьба. И это борьба не с внешними какими-то обстоятельствами, это борьба с собой. Вы борец. Я искренне верю, что у вас на самом деле все получится, а вы большой-большой молодец. Позвольте вас посыловать? Да. Спасибо, девчонки. Забирайте цветочки и проходите в комнату. Ой, девчонки. Замечательный букет. Я вот все время хотела спросить, а вот что мужчины чувствуют, получая букет цветов? Приятно, да? На самом деле я никогда не получал цветов. Да вы что? Ну, именно от девушки я никогда не получал цветов. Ну, приятно же, правда? Приятно. Слушай, я подарю своему. Они еще хорошо пахнут. Ну, как вам, Екатерина, ребят? Класс. Екатерина приятная девушка. И то, когда я в начале передачи сказала, что в Ярослава девушка должна влюбиться, она должна, ну, это уже их души должны соединиться на каком-то таком уровне, который никому неизвестен. Он мягкий, но тем не менее, я говорю про стержень. Он у него есть. Дмитрий, что вы скажете? Вы знаете, у меня противоречивые чувства. С одной стороны, Екатерина говорит про ростов чувства, я с этим согласен. А с другой стороны, вот тот инцидент, когда она проверяла переписку молодого человека. Послушайте, я это делала совершенно недавно. Я думала, что я убью, уже вся страна знает, уже все сети за меня. Все говорят, Ларочка, мы с тобой и бла-бла-бла. Ну, о чем вы говорите? Надо проверять вас, гадов, надо. Нет, точнее, он сам говорит. А он сам говорит. Только учитай мои письма. Спасибо. Ярослав, знаете, что мне понравилось в Екатерине? Что она не стала здесь изображать на всю страну, какая она прелесть. Все понимает про свой возраст, честно, честно. Мне это понравилось. И когда она поймет, что вас не надо кормить с ложечки, что вы еще и обгоните, и перегоните, и что сегодня все уже работают на то, чтобы те же самые колясочники чувствовали себя комфортно и в театре, и в кино, и в клубы, и в рестораны, и везде, что вы абсолютно мобильны. Что здесь? Господи, Боже мой, да вы можете все. Да вообще в отделении никакого не должно быть колясочники, не колясочники. Мы такие же обычные люди, как и все. Значит, я относительно вашего списка, который вы озвучили в самом начале. Значит, вот по списку и дом. Не спортивная, детей не хочет, приданного нет. Ну, увидела я мстительное. Единственное, что красивая. Вот и сами смотрите. Где ваши плюсы, где ваши минусы. Какая злая. Что, какая злая? Ты какая злая. Какая злая. Она понимает, что она будет отвечать за детей. Поэтому она к их появлению готовится серьезно. И ожидает сначала ситуации в жизни, которая позволит состояться этим детям. Да, она будет бережно относиться к своему мужчине. И самое, пожалуй, не знаю, приятное для окружающих и неприятное для нее, то, что она готова возиться с проблемами своего мужчины. Если она будет любить, она будет решать проблемы близкого человека. Сейчас маленькое количество людей к этому готовы. Она готова. Ты согласна? Вы с ней скажете, что если ты влюбишься, то ты будешь решать проблемы близкого человека. Однозначно, да. Я буду всячески поддерживать. Знакомьтесь с Киркарой Ерески. Здравствуй. Мне очень приятно с тобой познакомиться. И я надеюсь на дальнейшее наше с тобой общение. Привет. Это тебе. Ну что, пошли знакомиться. Спасибо большое. Кристина. 21 год. По образованию юрист. В 2014 году получила травму позвоночника, а несколько месяцев назад стала победительницей конкурса красоты. Мечтает снова научиться ходить и стать мамой двоих детей. Возлюбленная Кристина поставила ее перед нелегким выбором. Или он, или ее семья. Надеется, что Ярослав сможет ее понять. Здравствуйте. Ну, Кристина, вы настоящая красавица. Ну, вы знаете о себе это. Вы даже участвовали в каких-то конкурсах, я знаю, да? Да, я в этом году участвовала в конкурсе красоты. Он проводился первый конкурс в Санкт-Петербурге. И я вице-мисс. Очень красивая девочка. Притягивает. Милая такая, светится от нее. Расскажите, что с вами случилось. 25 мая 2014 года попала в ДТП по вине водителя. Вот. И я получила серьезную травму позвоночника. Перелом 8-9 позвонка. С ушибом и с давлением спинного мозга. С тех пор, вот два года, я преодолеваю трудности. Работаю, реабилитируюсь. И я всячески, конечно, стремлюсь. И что, врачи говорят? Шансы есть. Я работаю. Слава Богу. Да. Дай Бог. На самом деле, я считаю, что их проблема может сблизиться. Разобрались с виновником? Ну, он вины свои не признает. И все свидетели, которые были в машине, они покрывают водителя. И действительно, как бы говорят, что да, он не виноват. Он такой хам. Я знаю, что он к вам приходил, да? И не то, чтобы там с извинениями, а приходил с наездом еще обвинять. Он приходил изначально договориться по поводу помощи. И при этом после этого он говорил, что, ну, как ты, говорит, надолго запомнишь, говорит, такую поездку. То есть было гадостей в Мадрис, конечно, много. Вы сейчас продолжаете реабилитацию? Да, да, да. Я работаю. У нас есть видео, как вы это делаете. Блин, ну как он? Он не хочет этого. Он не хочет ценусь. Кристина, вы борец. Я вам желаю, чтобы у вас все получилось. И я думаю, что у вас получится. И вы борец вообще. Я знаю, что как только в институте начались наезды на вас, что вы спекулируете и так далее, что, в общем-то, вы можете переструнить взорвавшись хамов. Ну, действительно, после травмы я, получается, на момент травмы закончила второй курс. И, естественно, я не хотела бросать учебу. Я прекрасно понимала, что травма достаточно серьезная и потребуется, ну, достаточно времени для того, чтобы восстановиться и встать на ноги. И я не хотела терять это время. Я хотела получить образование и как-то устроиться, и устроить свою карьеру, и как-то развиваться. Я стремлюсь к развитию постоянному. Но университет, к сожалению, не хотел идти со мной на контакт. Мне говорилось, что ты инвалид, никуда не устроишься. Тебе нужно менять специальность. Что у нас нет ни времени, ни желания с тобой работать. Что беря академический отпуск. И последняя, да, капля, конечно, была, когда последний преподаватель сказал, что я притворяюсь, прикрываюсь своим здоровьем, чтобы не ходить в университет. И это меня, конечно же, выбило из колеи. Это уже было в конце как раз-таки четвертого курса. Мне нужно было допускаться к диплому. И я тогда, да, написала письмо в прокуратуру, в министерство образования. И тогда начали... Вас восстановили? Меня и не отчисляли, но мне предоставили полный план обучения дальнейшего. Вот. И я окончила университет с красным дипломом. Ой, какая вы молодежь. Да, возможно, кстати, их родным, близким. Но будет намного тяжелее, да. Да, хотя, с другой стороны, возможно, намного легче, потому что они смогут друг друга поддерживать. Кристиночка, у нас Ярослав в Москве, никуда он уезжать не собирается. Вы в Санкт-Петербурге. То есть вы готовы переехать? Ну, если сложно... Потому что вы сейчас на издевение у мамы, он у нас самостоятельный. Я пока на издевение у мамы, да. Но это обсуждаемо. То есть вы готовы? Ну, в принципе... А мама? Мам, поедете с дочкой? Я надеюсь, что дочка скоро восстановится, поправится и будет сама решать, куда ей ехать. А он не хочет такую нахлебницу. Он не хочет ту, которая только родит детей и будет сидеть на доме. Он этого не сказал. Он сказал это. У вас осталось два воноса. Семейная тайна, либо традиция и свидание наедине. Мне очень хочется познакомиться и пообщаться лично. Ребята, я вам предлагаю уйти в комнату на минутку. Давайте все встанем быстренько, а потом придем. Да-да-да. Сидите, сидите, сидите. Как твое настроение? Замечательное. Замечательное. Я очень рада с тобой познакомиться. Я услышала о тебе, о твоих увлечениях. И, честно говоря, я буквально на днях попробовала себя вроде в роли байкера. Я прокатилась на мотоцикле. И это, на самом деле, настолько такие крутые эмоции, именно связанные с экстримом. Такие ощущения в ногах. Я говорю, когда ты вот этим всем занимаешься, я думаю, ты тоже что-то такое чувствуешь. Ну, я тебя понимаю. Я сам и на байке тоже. Да, и это действительно здорово. Выходить за рамки, вот, какие-то стереотипы, да, все это ломать, это очень здорово. На самом деле, выходить за рамки, не выходить за рамки. Мы вполне такие же с тобой обычные люди, как и все, даже, можно сказать, с неограниченными возможностями. Да, да, я с тобой полностью согласна. И все, что мы хотим реализовать, это все только в наших руках. Да. Он ей понравился. Он ей понравился. Потому что она вся сияет. Она, да, и общится вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Как пахнешь. Ой. Бабник тоже. Садись давай, быстро. Молодой. Садись, уйди оттуда. Мари какой прямо оттуда. Лариса, уйди оттуда. Ему жениться еще. АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, у меня сын такой. Сыну привет. Ох, ты характер, посмотри. А волосики-то какие. Да. Пружинистые, да, а характер еще тот. Сюрприз приготовили? Да. Давайте. С удовольствием. Ему нужно пойдем на сцену. Еще вот есть риск, что он, как, опять же, со своим стремлением, его может начать это злить, если у нее вдруг будут какие-то результаты. Такое счастье, что у нас есть кто-то, кому ты нужен. Нужен ты любой. Кто проявляет к нам свою заботу, на чем плече находим мы покой. Кто выслушает нас и не осудит. Кто руку верную в нежде подаст. Кто зло с душой бушующей остудит и никогда в несчастье не предаст. Как хорошо, что это кто-то рядом, когда нет сил на свете больше жить. Он все поймет и теплым добрым взглядом подскажет, что же делать, как же быть. Спасибо. Спасибо. Давайте, я тебя даже обниму. Спасибо. Спасибо. Считаю, что стихом его нельзя удивить. Возможно, но оно абстрактно. Оно не о нем. Слушайте, ну она красавица, конечно, да? Она очень яркая. 21 год. Нежная. Красотка. И характер хороший, по-моему, да? Да, такая... Ну, она уверенная в себе. Молодец, милая, хорошая девочка, которая тоже не сдается жизни. Не то, что не сдается. Она борец абсолютный, да. Да. Образованная. Ты мне что скажешь? Молодой человек. Очень даже ничего. Вы согласны? Да. Значит, во-первых, семью создает не только для себя, но еще и для близких людей. Ваши и ее родители очень быстро найдут общий язык. Из-за того, как помогать. Плюс, ей понятно, что с вами делать, что ей подсказывать. И вашим тоже самое. Вы будете друг друга не то, что пинками, а вы просто будете своей энергетикой подталкивать. С его силой, с его волей, я думаю, что у него все получится. С людьми такого склада, как Кристина, с сильной весовской компонентой и чуть-чуть водолея, с одной стороны, очень легко, потому что они в жизненных ситуациях не нагружают близкого человека. Они не делают твою жизнь тяжелее. С другой стороны, с ними же бывает подчас очень тяжело, потому что не выдавая сразу негативной реакции на какую-то ситуацию, они все равно могут внутри себя затаивать, недовольство. Не все удается довыяснить сразу. Человек может обижаться. Ну, то есть коммуникация внешне радостная, внутри иногда идет с некоторыми сложностями. Не всегда от такой супруги можно узнать, что она действительно думает о тебе, хотя она в лицо может тебе улыбаться прекрасно. Но это точно человек, который вас не будет нагружать. Это точно человек без псевдожалости и без вот этого полупрезрительного состояния. И не просто даже не в силу ее состояния здоровья, а в силу ее склада. Она сделает все бытовые сложности явно легкими для вас. Знакомьтесь с третьей невестой. Привет, привет. Наконец-то наша долгожданная встреча произошла. Я вижу, что наши глаза блестят, поэтому давай скорее обсуждать, какие мы классные. Анжелика, 26 лет. Модель, тату-мастер. Занимается росписью джинсовой одежды и ведет свой видеоблог. Гордится тем, что смогла перебраться из провинциального города в столицу. Мечтает жить в доме под водой. Благодаря возлюбленному в корне изменила свою внешность и образ жизни. Но обстоятельства не позволили их паре быть вместе. Привет. Ой, какие вы все. Непростые. Да, есть такое. Анжелика, что за обстоятельства вам не позволили быть вместе с вашим парнем? Два года назад были те самые отношения, любовь, можно сказать, семья. Первый раз так в жизни влюбилась. Очень долго росла с этим человеком, росла, менялась. Был нереально активный образ жизни. Я с ним зажила просто по-другому. Внешность, красивые скулы, нос, накачанные губы. Да, красивые волосы. А вы были такой неформалкой? Да, я четыре года назад была нестандартная, неформальная. Я брила виски, я делала дреды, я колола пирсинги. Я пробовала все. Я была творческим человеком. И мое образование – дизайнер одежды. Соответственно, дизайнеры и художники, они экспериментаторы. Мама не говорила, Анжелика, ты зря это делаешь, потому что станешь постарше, а ты же не снимешь с себя кожу, не зарастут эти твои дырки. Мама до 20 лет мне не разрешала. Вы мама? Да. До 20 лет мама мне запрещала делать только татуировки. А пирсинги, дреды, вот эти вот стрелания, там все началось со стрелания челки, ну как бы мне разрешалось. Поэтому я экспериментировала, хотела, это было мое развитие, это было мое творчество, да. Вот, поэтому было все очень классно, и я, это были самые крутые 4 года мои творческие, когда я действительно экспериментировала. Я каждые полгода была каким-то новым человеком. Ну, имели право, не на вокзале жили, в конце концов, не побирали, если нет. Ну, тут у нас ты запрещала. Вы знали, что ваша дочка встречается с человеком, которого впоследствии посадили за сбыт наркозиков, или, да? Ну, конечно, знали. Да, сбыт и хранение ему приписали. Вот, да, мама знала. Вы знали, что? Конечно. Ой, мамочка, вы прям так говорите, конечно, молодец. Нет, потому что все дети при мне, у нас, как бы, таких секретов нет у своих детей. Он был наркоман? Нет, нет, нет. Нет, он меня, наоборот, посадил на все это спортивное, на яркое. Я перестала пить, курить, вообще что-либо. Я с ним стала другая, я с ним помолодела, я с ним зажила, я стала активной. Послушайте, а то, что его посадили в результате захоронения и распространения? Ну, не знаю. Все, как бы... А финансово помогал он в этих изменениях? Вот, единственное, что мне не нравилось, но я не видела этого, я любила человека, я работаю всегда. Вы в Москве, в Москвичке? Да, сейчас я в Москве, я живу уже два месяца, переехала из Санкт-Петербурга. Нет, мама у меня из Сургута, приехала в гости. Насколько она сочувственно относится к каким-то ситуациям, насколько вот у нее... Сострадание, да, присутствует. Вы очень яркая, вы, ну, мимо такой женщины пройти нельзя. Неужели не было больше никогда романа? Слабые люди встречались и, да, встретилась, но спустя вот буквально... А в чем сила? Вот смотрите, перед вами сидит Ярослав. Да. Вот для меня вот такой 23-летний пацан не просто сильный, а сильный, а он герой. Да? Да. Я вижу, что он немножко сдерживается, ему так хочется выплеснуть что-то, энергию какую-то. Ой, это он сделает вам пятерых, то он вам выплеснет, а для одного за другим будет рожать. Мам, мне не смущает вообще пока нынешнее состояние жениха, что он... Нет? Меня не смущает, мне такой вопрос, вот парень хочет пятеро детей, когда для себя ты решил это? Да. Я не просто спрашиваю, как бы у меня тоже пятеро детей, Анжелика самая старшая. Да, это старшая моя девушка. И мое желание... А младшему сколько? Девять лет там сидит. Девять лет девочка. Я не знаю, захочет ли Анжелика, конечно, пятеро детей, потому что ей досталось быть с моими... А вы от одного рожали мужчины? Нет, нет, нет. А потом, а чем... А от скольких мужчин? Двоих. Мама, а вы не переживайте рожать вашей дочке-то, нам-то что? Я не переживаю. Почему? Мама просто хочет свой опыт. Нам все нам тянуть надо. Нет, почему? Мама может своей дочке... Почему не тянуть, абсолютно. У меня двое детей уже стоят на ноги сами, двое детей практически стоят, и со мной только один ребенок. Это никаких трудностей нет, это люди боятся пятеро детей. На самом деле это гордость, такая гордость, это такая сила у человека, когда он желает... Вы знаете, не сыпьте соль на раны, это самая моя большая печаль, что я их 15 человек не родила. Ну, вообще мне хочется создать большую успешную семью, и почему пять детей меня не интересуют. Мальчики это будут, девочки, то есть главное, чтобы мои дети, они несли тот жизненный опыт, который они переймут у своего отца. Если она ему понравится, и она увидит в этом для себя какие-то плюсы в этой связи, то это будет идеальная пара. У вас остался один бонус, семейная тайна, вот мы этот бонус и выбираем. Есть тайна. Моя семейная тайна, это моя мама убила моего папу. И объясню всю ситуацию. До 10 лет папа бил маму, меня. И это была самооборона. Девочки мои золотые, кошечки мои. Не судили? Нет, не судили, все было хорошо. Было очень много показаний, было очень много разбирательств, поэтому мама осталась с нами, все было хорошо. Поэтому, ну, когда это все произошло, я честно, я улыбалась. Я радовалась, потому что наконец-то мы будем жить в покое и тишине, мы были счастливы. Но вы не были свидетелями? Нет, мы не были свидетелями, мы были в лагере в детском. Мы приехали с младшим братом, и мама нам это все рассказала, была тетя с мамой вместе. Мама нам это все преподнесла, но это была борьба. Это было 10 лет борьбы, я все видела, я все помню. Самооборона, да? Конечно, да. Он хотел нанести ей железным холодным оружием увечья, и она перехватила это. Она несла случайный удар, и он сказался смертельным. Это была оборона. Девочки мои золотые, не живите с этим. Мы все, стараемся не сплети, лети, ни в кого не попади. Забыли и пропустили. Да. Покажите, пожалуйста, сюрприз. А чем она могла еще заинтересовать так? Своей вот неординарностью? Потому что она очень выделяется из общей массы девушек. Я считаю, что все негативы, они скапливаются в нас в голове. Все мысли, они тоже у нас здесь. И я знаю, что тактильное, что руки, массаж – это то самое, что людей объединяет. То, что расслабляет и делает нас ближе. Вот так и уводят. Вот и все. А мы сейчас играем в игру, что мы страусы, и наши головы где-то там в этом, да? То есть мы это не видим, не наблюдаем. Мы ослепли, у нас глаза лопали. Это уединение. Это где-то находимся, да, где-то на Гавайях, да? Ну, я думаю, все. Я хотела, чтобы ты почувствовал мою энергию. У него это получилось. Даже я ее прочувствовала. Анжелика. Девчонки, забирайте цветы, забирайте свою хитренькую дочку. Ну, перебор, конечно. Из женской энергии слишком перешло в такую сексуальную растущность. Вот знаете, говорят, хочешь узнать, как будет твоя выглядеть жена после пятерых детей? Пожалуйста, посмотри на тещу потенциально. Батфорты, ресницы. Правильный сюрприз. Обволокла всем волосами, ногтями, запахами. Так она хорошо сказала, массаж объединяет людей. Еще бы. Я даже не буду задавать глупые вопросы. Но Дмитрию задам. Позавидовали другу? Нет. Девушка классная, но не позавидовала. Еще бы. Жена сейчас смотрит в телевизор, но он же может экран разорваться. Елизавета. Скажу свое мнение. Девушка яркая, чересчур экстремальная. Я думаю, не только для Ярослава. Он и хотел такое. Все-таки мужчина должен быть сильнее. Считаю, что Анжелика в паре с Ярославом всегда будет доминировать. Она будет с ним играть всегда, как с лялькой. Я доминант, но доминирование происходит на первых порах. Если бы эту обольстительность и мягкость найти в человеке немножко другого типа, не нуждающемся в такой отстраненности, как Анжелика, я думаю, что было бы хорошо. Потому что вы нуждаетесь в теплом, эмоциональном, близком контакте с женщиной. А ей, наоборот, нужен мужчина и отношения, которые позволят ей быть достаточно свободной. Ей не нужно глубокого проникновения. Давайте советуйтесь, друзья мои, потому что уже время. Первая и третья девушка, они хорошие девушки. Но не то, чтобы они тебе не подходят. Я сейчас скажу, наверное, на камеру. Я считаю, что ты не подходишь им. Вторая девушка, но когда я ее увидел, я понял, что это твоя девушка. Елизавета и Дмитрий, кого вы советуете? Я, честно говоря, не очень серьезно отношусь к вашей передаче. Точнее, к этому выбору. Но сейчас, мне кажется, Ярослав нашел свою судьбу. И у меня еще есть маленький секрет. Подъезжая к Останкино, Ярослав попросил меня купить такие цветы. Я купил их. И один цветок сломался. И мне пришлось заменить его на темно-бордовый. И я подумал, что тот букет, который достанется этой девушке, это та девушка. И он достался Кристине. Бордовая роза. В нашем букете. Я за Кристину. За молодую, талантливую, яркую. И она просто пришла. Извиняюсь. Давай, заходи. Я бы хотела спорить то, что вы говорили обо мне. Потому что я сильная с виду, да. Но каждый, и он сильный человек. Он такой же сильный, как и я. Но он хочет мягкого, теплого и своего заботливого. Послушайте, давайте сейчас не будем, Анжелика, друг друга обманывать, да. Вы не для того вот всю так себя прекрасно привели в такую вот форму. Я, да. По секундочку, да. Не для того, чтобы... Не для того, я согласна. Но он хочет эту энергию от кого-то. И я считаю, что эту энергию... И вы хотите... Да, но вы хотите тоже эту энергию для себя. Я держу ее в себе, потому что я не знаю, куда ее выплескивать. Если к вам зайдет Ярослав и через месяц сделает вам предложение, замуж за него пойдете? Почему нет, да. Все, идите в свою комнату. Почему нет? Услышала. Заявка на победу. Знаешь, первые впечатления два раза не складывают. Встречают поддержки, провожают так же плохо. Вот смотрите, у вас выбор между Анжеликой. Вы хотели модельная внешность, красивая, молодая, может быть, чуть старше. Вот с такой энергетикой. То есть она полностью подходит под описание. И есть прекрасная Кристина. Нежная, юная, молодая, с хорошим характером. И у вас одно стремление, одна мечта вдвоем. А вдвоем легче выжить. Роза. Пока Анжела не вышла, я была за Кристиной. И даже такую речь заготовила. Потом вышла Анжелика, и я про себя подумала. Молодой пацан, 24 года, 23 года. Еще зажигать и зажигать. Анжел к ней против, в принципе. Ну, удовлетворяйте ваши потребности, но срастет цинично. Это цинично у нас называется. И что это цинично? Это по жизни. Потребность на Первом канале. Да, поженимся, да. Да, поженимся, давай. А что, она сама хочет? Бери Анжелку и не морочь. Зато я буду не ревновать, потому что он будет все время сидеть дома. Почему? Он никуда не денется. Сейчас нужно выбирать между Кристиной и Анжеликой. Наверное, должна быть Кристина. Не в силу сходства обстоятельств, а в силу того, что ее любовь, чувства, отношения могут стимулировать очень сильно. Поэтому я допускаю этот союз как дружеский, соратнический. Ярослав, мы в любом случае вас поддержим. Проходите. Пока Ярослав пошел выбирать невесту, я попытаюсь помочь тем, кто хотел бы, чтобы мечты сбывались. Вообще, психологи сейчас говорят, что мечтать не только не вредно, а очень полезно. Поэтому мечтаем. Но мечтаем правильно. Итак, с 17 по 23 октября я рекомендую мечтать всем, кто родился с 62 по 65 год и с 90 по 92. А на последней неделе октября тем, кто родился с 65 по 67 год и с 92 по 95. И пусть ваши мечты сбываются. Я предлагаю всем выйти и поддержать Ярослава. У нас есть пара Ярослав и Анжелика. Если вы одинокие или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Обидишь его, дня не проживешь. Субтитры подогнал «Симон»!